Выйти на сцену в балетной пачке и на пуантах. Это ли не мечта? Ну, едва ли не половина девочек и юных девушек. Но вот как можно воплотить эту мечту в жизнь? Что принесет жизнь на сцене? О том, что ждет потом уже за тем, когда балетная карьера закончится, будем говорить сегодня в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Мы начинаем. Я очень рада, что сегодня у нас впервые в студии настоящая балерина. Это артист балета театра «Корона русского балета» Алина Зарапина. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Алина, я вот так вот долго представляла, не зря, потому что на самом деле мне собой было очень интересно, когда я увидела ваш профиль. Ну, я увидела вас не как балерину, а как человек, который уже занимается совсем крошечными, очаровательными мальчиками и девочками, которые они уже все вот эти вот позиции учатся. И я понимаю, что разговор нужно начать как раз тех самых пор, когда вы сами были в их возрасте. Я сказала в самом начале программы, что, ну, действительно, многие девочки представляют себя в какой-то красивой профессии. Либо актриса, либо вот как раз актер балета. Вы мечтали об этом с самого-самого юного возраста. Так и было? Да, да, с 7 лет. Я помню, однажды меня тоже брали интервью, когда была маленькая девочка и спросили, кем я хочу стать. Я сказала, что хочу стать известной балериной. Ну, конечно. Сразу известной. Да, известной. Ну, я просто не понимала, что под этим словом скрыто. Но вот мечты уже были в 7 лет, как только начала заниматься, да. Вы сейчас понимаете, артистам балета надо родиться или это все-таки труд? Опять же, это мои предположения. Может быть, это как раз синтез и того и другого? И то, и другое. Невозможно одно без другого. То есть, надо и родиться, а потом уже стать. Потому что балерина состоит из определенных данных. внешние и физические данные. Физические данные – это те данные, которые можно наработать в процессе обучения. То есть, абсолютно все физические данные. Там стопа, выворотность, растяжка, осанка. Это все можно наработать в течение определенного обучения. Ну, наверное, как талант, опять же, да. У кого-то это получается, наверное, легко и без особых усилий. Конечно, кто-то рождается. А кому-то надо пахать то, что он говорит. Да, да. Вот мне лично нужно было пахать. Вот. Ну, кто-то рождается с этим, но это не факт того, что человек станет. Не гарантия. Вообще нет. Нет. То есть, есть еще внешние данные. Вот это уже важнее. Потому что, то есть, фактура – это то, что потом невозможно изменить. Даже если ты будешь, там, пухленькой, ты можешь похудеть. Но это не значит, что ты будешь красиво выглядеть на сцене. Почему? Потому что у балерин должны быть длинные конечности. Это руки, ноги. А, это наши пропорции, которые изменить мы не можем. Конечно. Можно быть маленькой ростом, но с длинными ногами. А можно быть высокой ростом и с короткими ногами. И поэтому на сцене, то есть, ты когда выходишь на сцену, ты вообще становишься для зрителей больше, чем являешься на самом деле. То есть, толще. Поэтому нужно очень быть худимкой. Камера прибавляет к нам килограммы. Конечно. Сцена, она тоже немножко искажает наше восприятие. Да, да. Очень сильно искажает. Особенно вот, во-первых, представляете, балерина белая пачка. Белый цвет, он в любом случае полнит. И вот выходит она, вот, представляете, если у нее там ноги короткие, руки короткие, еще и лишний вес, то это, ну что это за балерина? Еще один момент. Ну, я уже как представитель, да, визуальной сферы, разве что? Мы же обычно смотрим на сцену как будто чуть-чуть снизу. И вот этот ракурс, зная, да, телевизионную специфику, я понимаю, что он немножечко сжимает людей всегда. Конечно, да. Поэтому и требуется, чтобы балерина была очень худая. Понимаете, если по генетике расположена девушка к полноте, ей очень сложно будет держать свой вес всю жизнь в норме. Потому что, ну, это просто практически нереально. То есть, генетически нужно быть все-таки расположена к худобе. Я даже читала, что при приеме в балетное училище очень часто смотрят на мам девочек. Это правда. Если у них есть склонность, у вас было так же? Не только на мам. И на пап. Потому что часто мы идем все-таки в отцов. Ну, как бы вот девочки. Девочки, да, в пап. Ну, вот лично я скорее смесь такая. Но у меня мама, она стройная. Я могу сказать, что она прям худая, но стройная. А папа, он в молодости был просто вот косточкой. Это сейчас уже в семейной жизни он прибавил в весе. А так вот по своей природе он худой очень. Поэтому, возможно, я не могу сказать, что я как бы не расположилась. Я могу быстро поправиться, могу быстро похудеть. Мне кажется, об этом надо поговорить. Вот это отдельная женская история о том, как держать себя в форме. Да. Мне хочется, чтобы мы еще вернулись вот как раз к вашему пути. Но это так громко звучит. Но на самом деле это так. Потому что для того, чтобы получить эту профессию, нужно начинать очень рано и работать очень много. Я знаю, что вот ваше профессиональное обучение, оно началось, по-моему, в 12 лет. Да. Это в ту пору, когда многие девчонки там, ну, кто-то играет в куклы, да, кто-то играет в компьютерные игры, кто-то занимается какой-то ерундой и пытается подтянуть учебу в школе. Для вас это было уже серьезное решение? Конечно. Для меня серьезное решение было, как только я увидела девочек, которые там у станка стоят, я уже сразу поняла, что все. Никакого детства. То есть я это почему-то сразу понимала, может, я с этим родилась, я не знаю как. То есть вот я увидела девочек, и я поняла, что все, я стану балериной. Каким способом, я еще не понимала. А вот в 12 лет пошел серьезный процесс. Вот тогда я уже поняла, что это далеко не детский садик и то, что здесь нужно пахать. То есть практически 24 часа на 7, что такое балет. Многие думают, что вот выходишь на сцену, такая, бабочка, порхаешь, да? Ну конечно же, мы увидим только красивую картинку уже готовую. Конечно. А что за этим скрыто? Ну, многие не знают. Особенно в Тамбове, потому что здесь нет балета профессионального. И, конечно, это не Питер, не Москва, потому что там, это их история балета, они этим гордятся, они увлекаются жизнями балерин, поэтому они примерно представляют, через что они прошли. А в Тамбове нет. И многие вот с кем я знакомлюсь, думают, ой, ну ты там ноги поднимаешь, ничего такого. Путь очень сложный. И, кстати, даже не в физическом труде как-то сложно, а в моральном плане это все выдержать. Учиться в училище очень сложно, потому что прессинг идет со стороны педагогов. Там не бывает такого, что тебя хвалят. Даже так. Да, то есть наоборот, кто ты такая? Кто ты вообще, как бы, вот нам так говорили, ты пока не вы... Многие ломаются, потому что... Ломаются, ломаются. Особенно когда ты еще ребенок, в этом возрасте ты ребенок, ты привык, что тебя хвалят за достижение. И тут ты попадаешь вот в такую вот очень жесткую взрослую, по-настоящему взрослую. Вот я сейчас вспоминаю, мне даже мурашки по коже, потому что я понимаю, что... Я еще так получилось то, что жила одна где-то с 12 лет. И мне было сложно. Я помню, первый год я вообще очень сильно похудела на нервах. То есть 34 килограмм. Представляете, на 10 килограмм практически меньше, чем сейчас. Потому что рост у меня уже сформировался в тот момент. Я больше не росла. Вот и да, мне было сложно изначально. Я помню, приходила, я плакала. Но я шла к мечте, я понимала, что зачем я здесь. Как бы, не обращая внимания, Алина, я себе сама говорила на все эти... Сама себе психотерапевт. Да. И давай вперед. И все нормально. Потом я к этому привыкла. Ты приходишь, становишься у станка. Тебе там говорят, ааа, жирная короба. 34 килограмма. Да. А я такая думаю, ну ладно, хорошо, ну жирная. И продолжаю делать движение, как бы, ну уже просто даже не обращаешь на это внимания. Были рядом с вами те, кто опускал руки и оставался? Очень много. Очень много. Это страшный случай. Я даже когда в общежитии жила с балериной, да, там при училище, уже в Перми. Было общежитие, где живут только будущие артисты балета. Девочка одной напилась таблеток. И закрылась, причем в туалете, не знаю почему. Потом как-то скорая, там что-то ее откачивали. Конечно, ее после этого отчислили из училища. Представляете, даже не то, что она там даже не осталась. Еще хуже ей сделали. Просто отчислили на втором курсе, практически в конце обучения. Просто отчислили все за это. Такой случай. Некоторые просто, допустим, опускали руки и не продолжали двигаться дальше, вперед. Не знаю почему. Я вот не могу таких людей понять вообще. То есть мне было как-то все равно. Ну сказали, что я там какая-то не такая. Ну и что? Ну возьми и сделай по-другому. Вот как-то я так спокойно на это реагировала. А может быть вы сейчас просто уже спокойно к этому относитесь? Когда понимаете, что все удалось? Тогда я не верю, что не переживали совсем. Изначально я переживала, потом просто привыкла. Это дело привычки. Вот как почистить зубы. Приходишь, выслушиваешь негатив, уходишь и все. Просто вот как обычно это все уже было. Я это уже не воспринимала серьезно. Алина, тогда давайте. В какой момент вы поняли, что мечта сбывается? Как только поступила в училище. Я когда... Вы знаете, даже когда я почувствовала это? У меня же это случайно получилось. То есть я отдыхала на море. И ко мне подошла женщина и сказала... Девочка, мне там 12 лет было. Вы занимаетесь танцами или балетом? Может быть? Я говорю, балетом. А вот я работаю в Самарском театре оперебалета. Хочу вас пригласить туда поступить в училище. Тогда я удивилась. Я просто... Я думала, неужели это произошло чудо? Все. Вот с того момента я поняла, что я поступлю. И мечта моя начинает сбываться. Все. И когда я первый раз вышла на сцену... Вам было сколько лет? Вот именно в училище я первый год вышла на сцену. Где-то... Ну вот в 12-13 где-то лет. Именно от училища. А так я шесть лет вышла на сцену. Танцевала. Маленькую матрешку помню. Да, это был мой первый выход. Такой. На пуантах. До этого там тоже какие-то такие маленькие партии. Но я их даже не считаю. Вот именно серьезно. Это вот маленькая матрешка была. Да. Вы говорите, что у каждой из балерин, из артистов балета обязательно должна быть... Вот как у артиста есть роль, которую он стремится. Иногда даже всю жизнь идет. Вот у балерины тоже есть партии, которые она мечтает станцевать. У вас были такие партии? Да. У меня были такие четыре. И что из этого, можно сказать, было? Можно галочку поставить себе. Вы знаете, когда я была маленькая, то есть я мечтала, наверное, о других совершенно партиях. Я не понимала своем плуа. А когда я подросла, я понимала, какая я балерина и что могу станцевать. И из этого я уже выбирала. Вот я, например, очень хотела станцевать «Красную шапочку», «Кот и кошечку», «Спящая красавица». Вот это мое. И самое главное, что я хотела станцевать, это русский танец «Лебединого озера». И я это сделала. Это вообще, кстати, серьезная партия. Танцуют даже великие артистки. И моя Блесецкая танцевала, и Ульяна Лопаткина. Вот она в этой партии очень прославилась. Это лучшее исполнение, я считаю, из всех балерин, которые я видела. Вот. И я станцевала. Мне неплохо получилось, конечно. Мне очень нравится эта партия. Тут прям вот то, что я. Это мое. Алина, еще один момент, это тот самый момент поступления в театральную труппу. Потому что, насколько я понимаю, вот этот вот отбор, он идет на каждом этапе. Когда вы поступаете в училище, и когда вы поступаете учиться дальше. И дальше театральные труппы. Потому что, опять же, не каждая девочка, которая через все это проходит, потом имеет возможность танцевать. Опять же, не третий артист карто-балет, да, в каком-нибудь театре-музикло, например, а именно в театре балета. Во-первых, чтобы не танцевать в карто-балете, нужно четко понимать тоже свои возможности. И выбрать тот театр, в котором ты будешь хорошей артисткой. Ну, блистать, да. Поэтому меня приглашали в разные театры после. Вообще, как это происходит. Вот экзамен государственный, последний, третий курс. Мы танцуем классический урок. То есть, это урок. Приходит большое количество людей на тебя смотреть. Руководители из других. Я, марка актеров. Да, да. То есть, самое основное, это то, что приезжают из других городов руководители разных театров. И вот они на тебя смотрят, и если ты понравился, тебя приглашают. Вот, я не помню сколько, наверное, четыре точно театр меня пригласили работать. Я выбрала Ижевск. Удмуртскую республику. Представляете? То есть, это вообще... Ну, кстати, недалеко от Перми, в принципе. Но далеко от Тамбовской области. Вот. Но ничего. Я там сразу стала солисткой через полгода. Это, кстати, вообще практически нереально. То есть, сначала балерина попадает в кардебалет. Любая. Даже супер крутая, с данными, со всем. Она всегда попадает в кардебалет. А потом ты должна как-то... Проявить себя, заявить о себе. Но здесь, знаете, все-таки не так просто. Не обязательно обладать шикарными данными. Не обязательно обладать вообще просто идеальными какими-то параметрами. Здесь должно быть... Вот, кстати, это относится... Я когда вначале говорила внешние данные физические. И третий пункт, про который я не сказала, это харизма. Это то, как ты можешь цеплять зрителя, чтобы он на тебя смотрел. Это дано не каждому. Это дар. Вот это талант. Вот это, наверное, не каждому вообще дано. И когда это замечает руководитель, вот тогда ты можешь стать уже какой-то вот... Выделиться, то есть солисткой быть, либо корифейкой. Ну, ведущих, понимаете, ведущие солистки, они, наверное, их воспитывают отдельно в училище, так скажем. Вот из класса выбирают двух человек, которые направлены на ведущие партии. И все. И они уже автоматически как-то там в театр прибывают и там уже становятся ведущими. Поэтому я говорю сейчас про свои, да, про соло. Мне нужно было выделиться, и тогда вот меня... Да, я помню. Николай Игоревич Маркелов, вот он меня заметил. И первую партию, которая танцевала в Ижевске, в театре сольную, это Кота Кошечка. Вот как раз таки, о которой я мечтала, представляете. Пусть из Ижевска в Москву каким был? Ой, это вообще интересно очень. Ну, в общем, когда я три года поработала в театре, я поняла, а что дальше? Ну, если бы это был какой-то мегаполис, то, возможно, я бы осталась. А так маленький город. Тем более, там немножко еще послужила личная жизнь. Там был мужчина, который мне... Можно даже про личную жизнь говорить. Я вас не заставляла сами. Но вот был мужчина, который мне очень нравился. Но так получилось то, что мы не могли быть с ним вместе. И поэтому это тоже послужило к тому, что нужно было оттуда быстренько уезжать. Нужно было просто еще раз поменять жизнь для того, чтобы... Да, я люблю вот это вот переезды. Надо, конечно, от этого как-то отказываться. Но я люблю менять места жительства. Не знаю, почему. Как-то зависит, наверное, от эмоций. И я понимаю, что вот нужно все, уезжать из Ижевска. И как-то получилось тоже это все вот как-то как судьба, что ли. Я не могу понять. То есть мне одна артистка балета, она уже такая взрослая. Она мне сказала, Лина, что ты здесь делаешь в Ижевске? Тебе нужно в Москву с твоей внешностью, с твоими данными. Тебе нужно в Москву. Я говорю, правда? Она говорит, правда. И мне дает контакт трех руководителей. Номер телефона, представляете, я по номеру телефона договорилась. Звоню первый, не берет телефон. Второй тоже. Третий взял. Очень приятный был такой мужчина. Он со мной поговорил, сказал, чтобы я выслала ему видео, как я танцую. Я ему отправила, и он меня взял по видео. Свою труппу, представляете? По видео. То есть я отослала, и мне сказали, все, пожалуйста, вот начинаешь работать с сентября. Какой там год, я уже не помню. И все, я туда приехала, и там я сразу танцевала все сольные партии, которые я вообще хотела, не хотела даже. Так бывает? Бывает, да. То есть, например, китайский танец в щелкунчике, это вообще-то просто не мое. Хотя мне некоторые говорят, что я на японку похожа или на китайку, но это вообще не мое. То есть технически, может быть, да, но это вот амплуа не мое. Вообще нет. Но я станцевала один раз и больше не стану. Я очень красиво пыталась уйти от этой партии. Вот. Ну вот потом, что еще я станцевала? Там русский танец, неаполитанский танец с «Лебединым озером», в «Жизеле подруги». Потом в «Спящей» тоже еще «Красная шапочка». И любимая-любимая партия – это «Канарейка» из «Спящей» тоже. Потому что я могла в одном спектакле несколько партий сольных танцевать. Ну, в общем, масса разных партий. Ален, говорят, что театральный коллектив, особенно балетная труппа – это очень жестокий коллектив. Вы это на себя почувствовали? В театре… Не могу сказать, что коллектив плохой. Все какие-то… Мы как семья. Просто это ощущается больше, вот эта зависть, эти интриги, потому что мы большую часть времени находимся вместе. Потому что работать в театре – это с утра и до вечера, с утра и до вечера. Так каждый день. И еще гастрольная жизнь. Ой, гастрольная жизнь – это отдельная история. Вот это… Там не то, что вы вместе и спите, и кушаете, и работаете, и гуляете, и все. Потому что самолет, гостиница, отель, театр – это все с одними и теми же людьми. Поэтому… Поэтому, в отличие от остального, в других коллективах у вас, наверное, даже возможности отдохнуть друг от друга не было. Нет, не было, конечно. И это… Вот эта проблема, наверное, всех каких-то ссор. Даже здесь уже и зависти, мне кажется, нет. Потому что все знают, кто из чего состоит и к чему тут завидовать. А вот именно от того, что ты видишь одни и те же лица каждый день. И вот из-за этого могут быть такие недопонимания, ссоры. А так не могу сказать, что мы все очень достаточно такие все-таки воспитанные люди в театральной жизни. И как-то можем находить общий язык. Я вот все-таки как-то так могу сказать. Алина, мне кажется, наступил момент, когда просто разговаривать в студии уже становится не так интересно. Хотя я слушаю вас с большим интересом. Спасибо большое. Потому что эта шкера, мне кажется, о которой… Ну, действительно, в Тамбове узнать вот так от первого лица очень мало возможностей. Ну, если у нас в студии все-таки артист балета, мне очень хочется, чтобы вы показали и пачку, и пуанты. И если есть возможность, даже встали на них в нашей студии, потому что такого у нас еще не было. Хорошо. Давайте сейчас сделаем маленькую паузу. И все это покажем нашим зрителям. Хорошо. Алина, у нас в студии появился костюм. Я так понимаю, что это вот один из тех, которым нужно выступать на сцене. Это уже готово или еще что-то нужно дорабатывать? И самое главное, какая партия вот должна в нем прозвучать, появиться на свет? Партия вообще любая какая. Это просто пачка, которой я могу танцевать все, что захочу. Но ее нужно доработать. Это просто такой набросок. То есть здесь должны быть стразы, здесь по пачке. Возможно, даже вместо таких бретелек какая-то более красивая фурнитура. И, конечно, китовый ус должен быть на корсете, чтобы более утягивать и удлинять талию. Так что здесь еще масса работы. Только я сама все это буду делать. Люблю. Получаю удовольствие от этого. То есть балерина еще и рукоделием должна заниматься? Конечно, да. Почему нет? Если есть возможность, то да. Алина, не могу не спросить. Я уже заикнулась об этом в самом начале программы. Поддерживать форму для девушки. Вы отказываетесь от сладкого. Ну, понятно, что вы много часов в день тренируетесь, занимаетесь. Особенно, если это какой-то период активный, гастрольный. Что еще нужно? От чего пришлось отказаться? У меня очень много. Даже не отказаться. Наоборот, я приобрела такие привычки, которые помогают мне держать себя в форме. Давайте, секреты от артиста балета. От артиста балета. Их очень много, на самом деле, этих секретов. Но некоторые я не скажу, потому что все-таки должны остаться в тайне. Но важно, мне нужно душевное спокойствие. Когда я спокойна, и тело мое спокойно, оно физически красиво выглядит. Это даже не только от того, что я поправляюсь. Просто даже кожа становится более сияющая. Я увлекаюсь медитациями. То есть, духовной практики. Это очень важно. Дальше. Ну, и что-то, если про питание, то я не ем мясо. Не потому, что там какая-то фанатка вот этих, знаете, веган или вегетарианство. Нет. Просто мне плохо после него. Я чувствую себя некомфортно после мяса. Не мое это. Может быть, это тоже помогает держать в форме. И я отказалась от молока. Это целенаправленно, потому что молоко, лично для меня, вообще, то есть, организм не воспринимает. Я не пью молоко. Пью много воды с лимоном. Это вообще обязательно, мне кажется, нужно, если хочешь держать себя в форме, нужно пить воду с лимоном. Потому что кислота, она вот реально сжигает какие-то лишние. Ну, если заниматься. Ну, да. То есть, все должно быть в совокупности. Если, например, я не ем сладкое, это не значит, что вы похудеете и будете там стройной всю жизнь. Нет. Нужно много всего в себе сочетать. Конечно, я очень много хожу, активный образ жизни. Если у меня есть возможность просто пойти пешком, неважно, на каблуках я или нет, я пойду пешком. Я очень люблю ходить. Вот это, наверное, тоже помогает мне держать в форме подтянутой. Алин, давайте сейчас. Ну, я не прошу вас доказывать, что вы в прекрасной физической форме. Но, опять же, если вы у нас в студии, несколько балетных па, вы надели пуанты. Покажите, как выглядит девушка на пуантах. Конечно. Алин, что будем делать сейчас? Ну, вообще, начнем, наверное, с эшапе. Эшапе – это такое движение, которое встречается практически в каждом балете. Ну, такая маленькая. Очень здорово. Присаживайтесь, пожалуйста. Алин, насколько я понимаю, сейчас вы нашли вот еще как раз одну грань, для развития своего творчества, потому что творческий век балерины, он тоже достаточно ограничен, к сожалению. Как бы мы ни блистали на сцене, это все очень быстро. И сейчас вы стали заниматься очень маленькими детками, которых уже вы в Тамбове учите азамбалета. Когда вы это делаете, вы вспоминаете немножко, какой вы были маленькой. Вот, может быть, как раз те периоды, когда очень часто били по рукам и говорили о том, что ты ничего не добьешься. Вы сами все-таки добрый педагог или вот тот самый строгий, но который потом позволит им идти дальше? Ну, я скажу так, что я стараюсь быть на одной волне со своими детьми. Потому что как бы я строгий педагог, да, то есть я требовательна. Мне нужно, чтобы то, что я сказала, это 100% выполнилось. И если это не выполняется, я добиваю того состояния, чтобы выполнилось. Вот в этом, наверное, моя строгость. В каких-то других моментах нет. Мне очень нравится, когда дети воспитанные, целеустремленные, трудолюбивые и организованные. Если каких-то этих качеств нет, тогда я от этого ребенка требую вот, чтобы он их приобрел. Вот в этом, наверное, моя строгость. А так я даже как подруга с ними. Мне некоторые дети даже просто Алиной называют и родители. Мне нравится так. Мне не очень нравится Алина Николаевна. Вот разве я Алина Николаевна? Не похоже. Да, мне вот больше нравится, когда Алина. И это мне помогает с ними находить общий язык. Но ведь вы понимаете, что из них лишь единицы пойдут по вашему пути и станут профессиональными актерами балета. Я сделала так. Стоит ли начинать? Стоит начинать, но я сделала так, что у меня каждая, кто обучается, пойдут по этому пути. Это моя цель. Очень амбициозная цель, Алина. Но мне хочется, чтобы так и было, чтобы там был, будем гордиться. Да. Спасибо большое. Успехов вам в творчестве. В каком бы направлении вы сейчас не начали двигаться. Я очень рада, что вы были на студии. Действительно было интересно и, мне кажется, красиво. Спасибо большое. Мне тоже было очень с вами интересно общаться. Спасибо. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова